Поддержка малого и среднего бизнеса, закупка лекарственных средств и товаров первой необходимости. Эти и другие вопросы обсудили на оперативном штабе по устойчивому положению экономики, работе системообразующих организаций и предприятий жизнеобеспечения на территории Ненецкого округа. Наталья Дуркина продолжит тему. На оперативном заседании штаба по устойчивому положению экономики был принят план мероприятий по восьми основным отраслям. Этот план, он не исчерпывающий, и, безусловно, в меняющихся условиях мы будем его дополнять теми мерами, которые будут, скажем так, назревать. Поэтому предлагается принять его за основу, принять его сегодня. В случае, если будут возникать какие-то ситуации, когда нам всем требуется подключиться и отработать какие-то дополнительные меры, мы их будем отрабатывать. Также были утверждены более 20 мер поддержки для малого и среднего бизнеса, в их числе льготное аккредитование бизнеса и снижение арендной платы на объекты, находящиеся в государственной собственности. Мы предлагаем ввести мораторий на повышение платежей за использование земель и земельных участков, это арендная плата земельный налог. Также уменьшить размер арендной платы за пользование имуществом собственности Ненецкого округа на 50% на срок 6 месяцев по субъектам малого и среднего предпринимателей. В связи с текущей обстановкой была предложена упрощенная система государственных закупок лекарственных средств и продуктов питания. Предлагаем внедрить упрощенную систему закупок лекарственных препаратов и продуктов питания у производителей, находящихся на территории Ненецкого округа. Что касается лекарственного обеспечения, то здесь нужно осуществлять контроль Департаменту здравоохранения в аптеках, аптечных пунктах ООО Ненецкой фармации, особенно расположенной в сельской местности. По иным мероприятиям это мониторинг на рынке занятости, своевременность выплаты заработной платы, мониторинг розничных цен на социально значимые продовольственные товары и товары первой необходимости. Напомним, в регионе действует горячая линия по контролю за ценами, которая была организована по поручению губернатора округа Юрия Бездудного. К слову, большая часть вопросов, которые поступали на горячую линию, связана с ценой и наличием сахарного песка. Причина роста цен на сахар не обоснована на самом деле, потому что предложение на рынке, оно есть. Мы производим сахар из свеклы, который у нас производится в достатке. Запасы сахара на крупных складах полностью обеспечены. Что случилось конкретно в данном сценарии? Было установлено ценовое регулирование на федеральном уровне, где частникам дали одну цену, а промышленникам другую. И очень многие частные лица решили выкупить большую часть сахара. Кроме этого, биржа какое-то время не работала. А сахар является биржевым у нас продуктом. И за время, которое она не работала, к сожалению, составов, даже если они в Кирове стояли составы с сахаром, не давали их разгружать. То есть это дало за собой толчок для распространения слухов о том, что сахара по какой-то причине нет. Альберт Чабдаров также отметил, что в округе из-за сложной логистики и с учетом паводка, запаса сахара на душу населения традиционно больше, чем в других регионах. Тем не менее, из-за повышенного спроса в некоторых магазинах сахар начал заканчиваться особенно дешевые позиции. Ну а для того, чтобы регион обезопасить от дефицита сахара, потому что начали скупать, спрос возник больше, чем в 10 раз от стандартного, мы по вашему поручению отработали два ваших поручения. Первое, тот торгово-логистический хаб, который вы поручили создать на базе МИСК, он заработает. И по итогам вашего звонка губернатора Ульяновской области, Ульяновский сахарный завод отгрузит нам 64 тонны сахара. В Мисокомбинатах законтрактуют, на форах на следующей неделе привезут их, они будут лежать на складе, и всем крупным торговым сетям мы его отгрузим по приемлемой цене. В регионе отмечается рост спроса на соль. Статистическая цена на нее подскочила на 15%, потому что все дешевые позиции также раскупили. Да, безусловно, ожидаются увеличения цен на импортные товары, продукты нефтехимии, которые производили импортные поставщики, продукты бытовой химии, которые тоже делали, и продовольственных товаров. Тот же компания Проктор НГ объявила о росте цен до 30% на ряд позиций. Но это связано с курсовыми разницами. От этого никуда не уйти. Но самое главное, что жизненно важные позиции, социально значимые позиции, мы держим, и наши запасы позволяют не переживать обеспечение продовольственной безопасности. Юрий Бездудный, в свою очередь, поручил оперативно отрабатывать вопросы с наличием на полках товара, если они будут возникать. Я вас попрошу в ручном режиме отрабатывать вопросы, связанные с возникновением какого-то дефицита. Если необходимо, готов выходить на своих коллег, глав других регионов, и отдельно отрабатывать по сахару, по крупам, по каким-то позициям жизненно важных продуктов, чтобы жители нашего округа могли спать спокойно и были уверены, что у нас этот товар есть в достаточном количестве. Напомню, по словам руководителя Департамента природных ресурсов Альберта Чебдарова, запасов товаров первой необходимости по торговым сетям в среднем хватает на срок до 120 дней.